Всем привет! Наверняка многие из вас, насмотревшись фильмов, мечтали заполучить себе жабры, чтобы дышать под водой. Жабры у вас, конечно, вряд ли вырастут, однако дыхание под водой не так фантастично. В реальности тоже существуют способы, которые помогут дышать под водой. Только предупреждаем сразу, не вздумайте повторять эти трюки сами, они могут быть опасными для жизни. Лучше просто начните тренировать свои легкие, наберите воздуха побольше, задержите дыхание и поехали! Для начала давайте разберемся, как долго можно находиться под водой, не всплывая на поверхность. А как долго можно не дышать? Человечество сейчас штурмует два глобальных рубежа — глубокий космос и глубокий океан. И для этого нам уж точно не помешает знание о том, как вести себя в безвоздушной среде. Человеческий организм устроен так, что мы не можем по своей воле взять и просто перестать дышать. Вот, например, морские черепахи, в отличие от людей, дышат более осознанно. Один глубокий вдох позволяет им находиться под водой несколько часов. Но у нас такой способности нет. Да и чем она нам, когда уже давно придумали акваланг? Правда, акваланг — это довольно громоздкое оборудование и при этом не дешевое, да и запас воздуха в нем ограничен. Поэтому сегодня ученые продолжают искать новые способы погружения под воду без акваланга. Разрабатывают искусственные жабры, придумывают материалы и устройства, способные доставать кислород из воды. На сегодняшний день существуют действительно инновационные открытия. А есть и древние, но все еще действенные методы. Правда, те и другие потенциально опасны, и лучше не рисковать своим здоровьем, испытывая их на себе в ближайшем водоеме. Оказывается, о том, как дышать под водой без акваланга, знали еще в древности. Раньше люди использовали устройства, которые принято называть водолазным колоколом или водолазным пузырем. Это некая перевернутая пустая емкость, к примеру, бочка или ведро. При вертикальном погружении давление внутри такого сосуда соответствует давлению окружающей его воды, а образующееся при этом воздушное пространство позволяет какое-то время дышать, находясь под водой. Помните сцену из «Пиратов Карибского моря», когда главные герои прошли по дну моря, перевернув пустую лодку? Так вот, этот пример наглядно демонстрирует данный принцип. Водолазный колокол — одно из самых древних и простых сооружений для изучения подводного мира. Первое погружение в примитивном колоколе предписывают самому Александру Македонскому. Приспособление позволило полководцу изучить подводные заграждения финикийцев и, возможно, помогло ему одержать одну из самых ярких военных побед. Позднее ныряльщики стали использовать в работе шлем в форме колокола, а в XIX веке ряд изобретателей усовершенствовали конструкцию, и новое изобретение уже стало прототипом современного водолазного скафандра. Стоит отметить, что водолазные колокола, только уже модифицированные, используют и до сих пор. Исторический процесс создания водолазного снаряжения двигался в направлении удержания некоторого объема воздуха у головы человека. Для этого пробовались даже кожаные мешки и стеклянные шары с запасом кислорода для дыхания. Как дышать под водой с помощью кожаных бурдюков знали и лапцы жемчуга, и искатели сокровищ с затонувших кораблей. Они-то первыми и начали использовать такие сосуды при длительных погружениях. Принцип действия такого незабысловатого устройства заключается в следующем. Человек совершает дыхательные движения грудной клеткой для того, чтобы постоянно обновлять воздух в легких. При каждом вдохе ему необходима порция свежего кислорода. Долго дышать по замкнутому циклу, то есть вдыхать воздух из того же кожаного бурдюка невозможно. Это понятно даже на бытовом уровне. В таком плотном мешке обязательно должна быть смена воздуха или попросту приток свежих порций кислорода. Поэтому запаса воздуха в таком устройстве хватит ненадолго. Но ословить пару раковин с жемчужинками все-таки можно. Маска и дыхательная трубка для плавания, пожалуй, самые легкие и доступные приспособления для длительного нахождения под водой. Первой трубкой для дыхания был пол и стебель тростника, который использовался индейцами для подводной охоты. Также в качестве материала для трубки подходил камыш или соломинка. Однако такой способ подходил не только для охоты. Таким образом индейцы еще и прятались от врагов. Правда, опускаться в воду с помощью камыша или тростника можно было не больше, чем на полтора метра. Это связано с особенностью строения легких, тонким отверстием для воздуха и положением индейцев в воде с подобными трубками. При погружении глубже легкие в неудобные пози не способны нормально функционировать. Вместе с этим повышалось и давление воды, что тоже затрудняло дыхание. Сейчас дыхательная трубка для плавания — это достаточно совершенное устройство, сконструированное с учетом самых разнообразных физиологических и технических требований. Такое несложное оборудование позволяет делать заплывы на глубину не более чем 5-10 метров, но и этого вполне достаточно для насыщенного и интересного времяпрепровождения. Из всех современных средств, которые позволяют находиться под водой, длительное время используется только акваланг. Но он является достаточно сложным устройством. Специалисты уверяют, что создать акваланг в домашних условиях довольно непросто. Для этого необходимо обладать соответствующими знаниями и уметь работать на хорошем токарном оборудовании. А вот изготовить прототип своими руками вполне возможно. И в интернете можно найти кучу способов, как это сделать. Например, использовать для этого простой помповый опрыскиватель. Если вы не знали, по какому принципу работают эти штуки, внимание на экран. Конструкция изобретения простая, и ее сборка обычно не занимает много времени. Опрыскиватель оснащает грузами с помощью скотча, чтобы он из-за своего легкого веса не всплывал на поверхность. Затем в емкость закачивается воздух с помощью насоса. После этого остается только надеть на спину приспособление, и дело остается за малым. Когда ныряльщику требуется новая порция кислорода, он просто вдыхает ее через специальный клапан, который соединен шлангом с воздушной емкостью. Согласны, эта идея, конечно, на грани безумия, но по всем законам физики – действенная. Однако профессиональные дайверы советуют не прибегать конструированию таких самоделок и не подвергать себе опасности, особенно на большой глубине. Так что лучше не рискуйте, пожалуйста. К огромному сожалению, в процессе эволюции люди дышать под водой так и не научились. Именно поэтому за дело взялась наука. И сегодня ученые со всего мира пытаются найти способ, чтобы подарить человеку возможность свободно дышать под водой и погружаться на большую глубину, не используя при этом громоздкий акваланг. Кто-то трудится над созданием искусственных жабр для человека, кто-то ищет способы выкачивания кислорода прямо из воды. Но пока все находится на стадии разработок и доработок. И какие изобретения будут доступны широкой общественности – пока не уточняется. Например, как утверждают исследователи издания, они создали материал, который способен поглощать, хранить и высвобождать большие объемы кислорода. Если из такого материала сделать дыхательный аппарат, то он будет извлекать кислород прямо из воды. Звучит впечатляюще. При этом материал может поглощать и выделять кислород многократно, что позволит погружаться в воду на длительное время. Представляете, если из такого материала сделать специальную маску? Она сможет обеспечивать человека кислородом из окружающего пространства без необходимости использования дополнительного оборудования. Правда, здорово? По словам ученых, этот материал может хранить в три раза больше кислорода, чем баллон акваланга при таком же объеме. Но при этом еще и способен вырабатывать кислород прямо из воды. Что ж, звучит довольно прогрессивно. Осталось только дождаться, когда такой чудо-материал поступит в продажу. Если вообще поступит, конечно. Для того, чтобы наконец с гордостью объявить миру «теперь человек может дышать под водой», ученые порой разрабатывали поразительные устройства. Так, в 1976 году биохимики из Америки создали фантастическое устройство, способное регенерировать кислород из воды и обеспечивать им ныряльщика. Правда, устройство больше напоминало небольшой космический корабль для одного человека. Но при достаточной емкости батареи ныряльщик мог находиться и дышать на глубине практически бесконечно. Но не это является главной целью ученых. Их мечта не устройство для дыхания. Они хотят научить самого человека дышать жидкостью. И попытки осуществить эту мечту не оставлены до сих пор. Так, один ученый из НИИ в России, например, провел испытания по жидкостному дыханию на добровольце, имеющем врожденную патологию. Отсутствие гортани. А это означало, что у него просто отсутствовала реакция организма на жидкость. Ой, как удобно. То есть при попадании малейшей капли воды на бронхи наступало удушье. Так как этой мышцы у него просто не было, эксперимент прошел удачно. Добровольцу залили в легкие жидкость, которую он перемешивал на протяжении эксперимента при помощи движения живота, после чего ее спокойно и безопасно откачали. Затем подобные эксперименты проводились на животных, и они храбро проходили все испытания. Но вот для обычного человеческого организма на сегодняшний день такой метод не применил. Вообще метод жидкостного дыхания предполагает заполнение легких специальной жидкостью, которая предварительно насыщена кислородом. Возможно ли для обычного человека жидкостное дыхание? Смогут ли легкие усваивать кислород не из воздуха, а из специальной жидкости? Сегодня исследователи на этот вопрос дают утвердительный ответ. Эксперименты по замене воздуха на воду при дыхании начались еще в прошлом веке, но пока не доведены до совершенства. Так что, скорее всего, придется подождать еще десятилетия-другое до такого сенсационного открытия. А может быть и меньше, но это не точно. Увы, как бы много времени не ушло на исследование, сколько денег бы не потратили ученые, вряд ли человеку суждено дышать под водой так же хорошо, как и на суше. Люди и морские обитатели, конечно, имеют немало общего, но различий все-таки намного больше. Но не стоит унывать. Хоть морское дно никогда не станет для нас родным домом, у нас есть все механизмы и технические возможности для того, чтобы бывать там частыми гостями. Так стоит ли при этом грустить о том, что у вас нет жабр? Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой, на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.